Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Дивия. Сегодня мы поговорим про женскую энергию, но и про числа, которые нам даны при дате рождения, и как они влияют на нашу энергию, и можем ли мы, несмотря на наши числа, раскрыть свою женскую энергию. Привет! Привет! Рада тебя видеть! Заимно! Очень приятно! Я, в принципе, только начала. Я сказала, что тема нашего эфира будет женская энергия, в первую очередь. И мы поговорим о способах, как её раскрыть. Хочешь ли ты поделиться о трёх способах раскрытия женской энергии, как ты это делаешь, или мне рассказать? Ну, давайте я представлюсь, может быть, кто-то меня не знает ещё. Я много лет являюсь бизнес-коучинг для предпринимателей. И работая с женщинами, я понимаю, что без энергии, без вот этого огня внутри ты просто не можешь ни бизнес делать, ни отношения выстраивать. И я имею свои техники, которые я даю клиентам в личном сопровождении. Это, конечно же, и дыхание, это, конечно, и представление будущего, это работа с целями. Но я знаю, что ты пользуешься другими технологиями. Нам будет интересно, да, друзья? Напишите, кому интересно узнать разные способы с разных сторон, как усиливать свою энергию. Да, мне самой на самом деле интересно, потому что я это смотрю через нумерологию, через чакры, через женские архетипы, через тело. А ты это делаешь по-другому. Но так или иначе, я всегда, моё мнение, в принципе, каждый должен выбирать тот инструмент или того мастера, который называется у него. Главное, чтобы это привело к результату. Да, согласна. Я расскажу о том, как я это вижу. Наверное, самый главный способ — это женщине надо научиться расслабляться и наслаждаться каждым моментом жизни. И тут уже у многих идёт перекос, потому что особенно мы, вот постсоветские женщины, мы не умеем расслабляться. Нас научили жить, добиваться, достигать и идти по жизни на мужских энергиях. И, конечно, женщины это могут. Некоторые женщины могут даже лучше, чем мужчины, но это до поры до времени. Рано или поздно их это ломает. И идёт огромная, вот это через борьбу по мужским энергиям, идёт огромная утечка женской энергии. Она остаётся не в ресурсе. А научиться надо, чем более расслабленное женское тело, тем больше энергии протекает. А энергия — это внутренняя красота. Это, как ты говоришь, блеск в глазах. Это деньги, это подарки, это внимание. Это когда всё получается, но при этом легко, быстро и просто. Вот это вот мой первый пунктик, который я бы хотела озвучить. Что ты бы сказала на эту тему? Ну, по поводу легко, быстро и просто приходят небольшие деньги и небольшие результаты. Какие-то как хобби, как удовольствие, соглашусь. Но если человек руководит крупным бизнесом, то легко и просто, девочки, это иллюзия. Но, тем не менее, когда ты не всегда легко и не всегда просто идёшь, то наполнить свой путь счастья, мне кажется, вот это главная задача. Ну, ты так говоришь, потому что у тебя есть эта цифра, мы потом посмотрим твою матрицу, это цифра баланса, уметь держать баланс. То есть, если надо подобрять себя, женщина всегда может это сделать. Но когда она достигла, надо тоже уметь остановиться и насладиться вот этим результатом. А многие даже этого не умеют. Ну, вообще, стремление к результату, знаешь, мне кажется, не все женщины знают свои ресурсы. Почему классно, когда есть нумерология, астрология, архетипы, когда ты понимаешь, что тебе дано и за счёт чего ты можешь двигаться. Ну, опять же, приведу свои примеры жизни. Мне, например, не дано качество тщательности, глубины расчётов и анализа. У меня хорошие аналитические способности, но коммуникативные способности у меня в 10 раз больше, чем, допустим, то, что сидеть, высчитывать. Вот я замечала такую интересную вещь. Мы, допустим, с моим мужем идём, и для того, чтобы добраться в какое-то место, которое нам неизвестно, он будет использовать аналитические способности, смотреть в карту, даже если нет интернета, это он будет бумажную использовать. Я просто спрошу у незнакомых людей, у иностранцев, на ломаном языке, которого я не знаю. Им не обязательно помогут, им не обязательно направят. И если я не буду пользоваться этим своим ресурсом, а буду пользоваться другим, то не факт, что я буду быстро результату, но не факт. И сколько сил и энергии я потеряю. И в то же самое время, если мой муж будет пользоваться моим способом, то он будет терять на этом энергию. Вот скажи, пожалуйста, вот насколько цифры рождения действительно, ну, как бы сказать, решающие, да, в этом вопросе? Вот сколько процентов заложено в рождении, а сколько в действиях и мышлении? Смотри, на самом деле в рождении заложен весь спектр потенциала человека. Но вопрос, как ты говоришь, пользуется ли он им? Выводит ли он в плюс? Есть минусы какой-то энергии, есть плюсы? Идёт он по минусам, то есть в негативе проживают эти энергии? Или он идёт по плюсам? И это очень важно. И, ну, конечно же, прежде чем пользоваться своими ресурсами, ты должен о них знать. Как ты сказала, многие женщины, многие мужчины даже не подозревают о своих возможностях. Они смотрят на других, перенимают чужой опыт. Классно, если это на самом деле хороший мастер. Поначалу очень нужен кто-то, кто, какой-то проводник, который может помочь, поддержать, провести. Но в первую очередь, и вот это мой второй пункт, женщина должна уметь чувствовать себя, что моё, моё это вообще или не моё, отзывается оно мне или не отзывается, по душе ли мне это дело или нет. Как реагирует моё тело? И тут многие опять тело трясёт, оно всё зажато, а человек даже это не понимает. Он не как будто отдельно, вот мой мозг, а у нас же есть и тело, и душа, и дух. То есть, конечно, в идеале это надо всё в балансе идти, вести. И когда ты это знаешь про себя, когда ты ценишь себя, не сравниваешь себя, когда ты самодостаточный, тогда ты перестаёшь предавать себя. Когда тебе хочется одно, кто-то говорит другое, и ты, несмотря на то, что хочется тебе, делаешь абсолютно другое действие. Тем самым тоже идёт вот эта утечка энергии, очень большая. Ну, по поводу, смотри, если делать только то, что хочется, тогда мы включаемся в детскую позицию. Ну, на самом деле, да? Ну, подожди, подожди. А почему ты не... Вот, допустим, я очень-очень чётко слушаю себя. Ты думаешь, мне не хочется больших успехов? Ты думаешь, мне не хочется получать десятки тысяч евро? Хочется. То есть это не только то, что хочется ты делаешь, ты делаешь ещё из «хочу» большого результата «надо». Конечно, конечно. Это не про то, что я делаю только то, что я хочу. Потому что иногда вот тренеры, они вот это пишут, что результат в лёгкости, делай только куда лежит душа. Да, направление, я считаю, что точно нужно выбирать туда, куда лежит душа. Но когда ты по этому направлению идёшь, мы делаем не только то, что в моменте хочется, а то, что хочется в результате того большого, к которому движешься. Это верно. Но тут тоже разница. Смотри, я не буду идти к десяткам тысяч евро в месяц только из-за того, что у подруга купила себе сумку «Шанель». И я хочу этого. Вот я имею в виду чётко прослеживать моё желание какое. И когда вот оно истинное твоё желание от души, тогда и появляется вот эта энергия, заводится моторчик. По крайней мере, у меня так работает. И всё, и я пошла, и могу пропахать целое поле на этой энергии. То есть это не детская, не инфантильная. Но опять же, это про баланс. Когда женская энергия прокачана, в идеале прокачан и внутренний мужчина, который вот включается, бизнесмен. А тут я делаю бизнес, а тут я наслаждаюсь. Ну и про дисциплину наверняка тоже это мужская энергия. Потому что мне всегда хочется сказать, что в сети очень много неправильной подачи. Или подача, может, половинчатая. Одну часть показали, а другую нет. И полностью согласна, что если направление действия, предназначение не близко тебе, оно тебя не воодушевляет, то ты долго туда не дойдёшь. Ну, кстати, вот мы сейчас проговорили про мужские энергии, но есть, вот если архетипы смотреть, есть и внутренний архетип женский, который вот эта амазонка, которая тык-тык-тык-тык-тык поскакала и всё сделала. Это вот внутренняя заряжалочка любой женщины. И если женщина начнёт вот эти все грани к себе раскрывать, у нас часто вот я красивая и сексуальная точка, я такая вот детская и весёлая точка, а у нас же намного больше грани, в идеале надо развивать каждую из них. И тогда, соответственно, ты получишь весь спектр женской энергии. Ну, знаешь, вот ещё 10 лет назад я бы сказала, да, мне нужно развивать каждую из них. Сейчас я считаю, что нужно развивать те стороны, которые ведут тебя к результату. Я вот, мы специально с Татьяной договорились провести эфир, потому что мы обе женщины 100% женственные и красивые, но очень разные. И у меня больше работает мышление, логика, и ко мне приходят деловые женщины, которые понимают, что за результатом стоит цель, план и шаги. А как твои результаты достигаются? Вот как ты это планируешь? Я всё-таки больше делаю интуитивно. Вот то, что мне нравится, то, что мне хочется, то, что меня вот зажигает. Я проснулся и говорю, да, вот это классно. И я тогда вот на этой энергии вдохновения у меня появляется прямо, у меня целый пояс заряжается, и я пошла. Но ты всё равно не будешь записать цель и план. Или ты пошла и пошла, и не думаешь о том, что нужно делать. Не выстраиваешь? Я не аналитик вообще. То есть сколько у меня подписчиков, когда там что, я это не делаю. Ну сколько есть, столько есть, все мои. Мне главное вот это от души. То есть смотри, я иду совсем абсолютно другой стороной, чем это делаешь ты. Я ничего не знаю про развитие канала. Мне это неинтересно. Я понимаю, что там, возможно, теряется потенциал. Но та энергия, которую я потрачу на то, чтобы это изучить, мне как бы не надо. Хорошо, тогда какими способами продаж взаимодействия ты пользуешься? А я не знаю их названия. Понимаешь? Окей, откуда приходят деньги? Давай проще, если не знаешь, что это. Я продаю, смотри. Я же, ну у меня же есть видеоуроки. У меня есть, я делаю рилсы. Конечно же, я делюсь этой информацией и так далее. Но это я делаю не из головы, что надо, а из внутреннего поры. У меня вот этот внутренний компас уже настолько настроен, понимаешь, что я точно знаю, что мне надо, когда мне надо и так далее. Вот. Всегда хочется понять тогда, а какой результат? То есть если я хочу, я иногда делаю, то это приносит неуправляемые результаты. Нет, смотри, а вот ты почему-то не слышишь меня. Я делаю периодически, постоянно. То есть регулярно. У тебя всё-таки есть, вот если хочу, то значит хочу делаю, не хочу – не делаю. Я делаю каждый день, но на этом хочу. Тогда это всё равно система. Просто ты её так не называешь. Окей. Ну, возможно, да, конечно, возможно. То есть ты ж, у меня есть обучение по матрицам. Мы встречаемся каждую неделю. Я могу проводить даже до четырёх часов урок, где я разбираю каждого. То есть я могу очень большую массу энергии провести. Это у меня всё прекрасно получается. Я знаю, что я это могу. У меня есть женский клуб, и я каждый день что-то выставляю, делюсь и так далее. То есть это нельзя сказать, что я такая «ах, вот сегодня хочу, завтра не хочу». То есть это, конечно, работа. Это, чтобы дойти до моей цели, я действую, делаю действия, которые к ней ведут. Но, видишь, что всё равно. Окей, тогда хорошо. Буду всё-таки… Мне очень интересно. И какие способы наполнения энергии? Первое я услышала. Это кайфовать в моменте. Это наслаждаться чем? Процессом? Процессом, конечно. То есть сама цель – это классно, но я люблю уже наслаждаться самим процессом. Он меня наполняет, он меня вдохновляет. Каждый шаг, приближающий меня к цели, он меня ещё больше заряжает. Дальше. О'кей, сколько ещё? Я наполняюсь через тело, через энергию. То есть я умею подключаться к энергии Земли. Я беру, пропускаю через своё тело энергию неба. Я наполняюсь энергией Любви, и, соответственно, вот по Матрице Я – это проводник Божественной Любви. Но прежде чем быть проводником, я должна сама быть наполненной. И мне её никто не может дать. И вот моя задача – быть в этом ресурсе. Прежде чем отдать, мне надо быть, и тогда я уже это проявляю. Люди, которые ко мне попадают, они вот купаются в этом поле Любви. И это вот тоже один из моих делать. Ну, опять, про нравится, мы уже это сказали. Возьмём среднестатистического какого-нибудь человека, который закончил там вуз, получил образование и ходит на работу. Вот где ему наполняться энергия, этому человеку? В творчестве, в общении, в женском общении. Это очень важно, очень многие женщины об этом забывают. Раньше женщины часто встречались. Они вместе танцевали, они пели, они рисовали, вышивали, без разницы что. И вот это поле, женское поле, оно, я вот говорю, меня прямо сейчас мурашит, оно заряжает женщин женской энергией. То есть ты можешь проработать в бюро, отпахать, но обязательно надо иметь что-то, что тебя наполняет. Творчество, общение, красота. Я здесь с тобой полностью согласна, потому что когда мы общаемся, что такое общаемся? Это говорим на темы, которые интересны нам обоим. Говорение через род и общение — это совершенно разные вещи. Когда-то мне очень такая картинка помогла понять. Вот есть моё поле интересов, мой круг, и есть круг другого человека. И там, где они вот пересекаются, вот на этом поле пересечения есть. Когда ты приходишь в женский круг, где вы делитесь тем, что у тебя внутри, и тебя принимают и понимают, то уже в этот момент, в этом состоянии человек получает поддержку и энергию. А если при этом ещё и какая-то проработка идёт, это практика, какая-то техника, плюс потом опять обсуждение, то, конечно, это очень круто наполняет. Поэтому мы и создали клуб Евроледи, в котором мы проводим живые встречи, онлайн-встречи. И, кстати, 12-го часа будет очень интересная игра, девочки, кто не очень знаком с собой, кто хочет разобраться, какая я сейчас, и как жить здесь и сейчас, то в Кёльне 12-го числа мы собираемся пообщаться и поиграть в эту игру. Кто хочет, присоединяйтесь к нам. Вот, кстати, на таком мероприятии в Кёльне мы же и познакомились с тобой. И ты меня поразила своей женской энергией, в первую очередь, вот этой своей глубиной. И я помню, ты спросила, а что вы видите во мне, девушек, женщин, да, они говорят «спокойствие». И я понимаю, почему. Потому что у тебя настолько глубина раскрыта, и у тебя в дате рождения есть восьмёрка, это вот и есть вот этот баланс. Когда приходят женщины разные, кого-то штормит, сейчас у многих трудные времена, кого-то бросает из стороны в сторону, а у тебя есть вот этот дар, и он тебе дам. По дате твоего рождения дар держать баланс, равновесие и транслировать вот эту мудрость через спокойствие. Женщины в твоём поле чувствуют себя в надёжных руках, что рядом человек, который их понимает, который умеет выслушать и дать дейный совет. Благодарю. У нас ещё будет 15 минут эфира, да? Давай, что ещё мы можем дать, разобрать здесь? Давай будем двигаться. Давай. Я чуть-чуть всё-таки расскажу про твою матрицу. Вот так выглядит твоя матрица. Не знаю, видела ты такое или нет. Она рассчитывается по дате рождения. Это цифры. Там есть разные сферы жизни. И это ещё чакры предназначения и так далее. Что самое яркое, я вот о самых основных буду рассказывать, не буду углубляться. Ещё раз, а о чьей матрице ты будешь рассказать? О твоей. А, ну да. Мы будем разбирать мою матрицу сейчас. Мы в эфире по моим датам рождения. Друзья, Татьяна взяла у меня дату рождения, говорит, я тебе кое-что расскажу. Вот это кое-что вы сейчас услышите тоже. Да. Спасибо. Интересно. Да, с радостью. То есть это не гадание. Начнём с этого. Это нумерология. И цифры мы даже называем энергией. С какой энергией пришёл человек, и какая его цель, какое его предназначение. И предназначение — это не только про деньги, как тоже многие думают. Но мы сейчас не про это. И у тебя в дате рождения две восьмёрки. 26, 8 и 8 месяц рождения. 8 — это статусные люди. 8 — это люди, за которыми хочется идти. 8 — это кармическое число. Люди, которые понимают причинно-следственную связь. И помогают вот с этим разобраться. Очень важно вот в восьмёрке, как я сказала, то, что я у тебя считала, уметь держать баланс. Иначе, если минус восьмёрке, если человек это не умеет, его будет по жизни вот так, как качели, комбаси. Туда, сюда — будет происходить огромный слив энергии. Восьмёрки — это борцы за справедливость. Не знаю, насколько это у тебя выражено. Возможно, это было выражено, и ты уже сейчас смотришь на это по-другому. Но у них есть вот это внутреннее чувствование справедливости. Это очень порядочные люди, на самом деле. И когда они видят непорядочность вокруг себя, их это, конечно, под... Знаешь, вот хочется сказать, хочется показать. Но это... Да, говори. У нас девушка пишет, что у неё дата рождения 26 августа 1981 года. Со мной в один день, друзья. Это вообще удивительно. Я не встречала. Ира, напишите мне в личку, давайте дружить. Ирина Кёльн, 26 августа. У меня тоже день рождения 26 августа. Вот по сути всё, что Таня сейчас говорит обо мне, — это не про вас, потому что только год рождения у нас разный. Абсолютно верно. Так что слушайте внимательно. И вот эта борьба за справедливость — это минус, потому что на самом деле надо понимать, что в Вселенной всё справедливо. Я никогда не борюсь за справедливость где-то. Я просто сама всегда за справедливость. Я за то, чтобы... Если я что-то беру, то я отдаю взамен. Если я нанимаю человека, то я должна заплатить за его работу. Для меня это важно. Для меня абсолютно важно соблюдение договоров, договорённостей, чтобы это был... Ну, это про баланс. Это не про... Ну, это про справедливость, да. Но пойти где-то там отстаивать чью-то точку зрения, потому что оно по-другому всех преломляется. Абсолютно. Я не знаю, не занимаюсь. И при этом идёт слив, большой слив энергии в никуда. Поэтому этим лучше не заниматься. Вот всё правильно — видеть баланс, держать этот баланс и понимать причину следственной связи. И тогда восьмёрке, если одна дверь закрывается, восьмёрка, она всегда должна знать, значит, откроется новое, лучше, круче и более успешнее. То есть если она вот на этих высоких вибрациях идёт, то это очень статусная, властная и положительная цифра. И вот это твой подарок. Посмотрим деньги. Чем же, какие у тебя энергии при зарабатывании денег? И тут у тебя включается воин-победитель. Это вот эта колесница движения, которые поставить вот тебе чётко надо. Ставить цели, прописывать шаги и именно туда идти. Поэтому смотри, и многие люди вообще идут интуитивно, опять же, по плюсам своих энергий. Но кому-то нужна поддержка, помощь. И ты в этом смысле — это лидер, это любой человек. Тебе важно собирать команду, говорить, мы идём, вот цель, мы туда идём, идём раз, два, три. Все тык-тык-тык-тык поскакали. И ты в конце сказала, молодцы, ребята, вы это сделали, ставим новые цели, идём дальше. То есть ты человек, который вдохновляет, указывает в хорошем смысле. И с таким лидером команда пойдёт очень-очень далеко. А какая это цифра, Таня? У кого-то, может быть, у наших зрителей тоже есть такая? Это цифра семь. Воин-победитель. Цифра воина-победителя. Всегда надо ставить цель и идти. В минусе семёрка — это когда человек не тратит свою энергию на цель, а начинает на агрессию тратить. То есть с тем поругался, с тем слил, кому-то что-то доказывает, ещё что-то. Тем самым он теряет энергию, ему не хватает дойти до цели и, конечно же, тем более повести за собой людей. Ну, у меня семёрка, ну, это 78-й год, видимо, да? Оттуда семёрка. Да, абсолютно верно. Девушки, Татьяна разбирает сейчас дату рождения. Моя дата рождения — 26.08.1978. И семёрка — одна из цифр в моей дате рождения. Абсолютно верно. Я сейчас буду называть цифры и значения, и, в принципе, если она есть в вашей дате, то это уже тоже про вас. Возможно, это немножко другая сфера, но, в принципе, слушайте, в идеале мы должны все цифры вывести в плюс. Ну, и так, дальше про работу. Следующая цифра у тебя — 6. А 6 — это и есть вот эта энергия красоты, любви, дипломатии, психологии. Вот оттуда ты умеешь договариваться, ты умеешь создавать вот это вкусное поле. Это как раз 6 про женские энергии, про красоту. То есть у тебя этот воин-победитель всё-таки смешан вот этот вкусный, красненьким, красивеньким. И ты это на самом деле тоже отражаешь, и за этим люди идут. Ты умеешь выбирать, ты лишь по кого вокруг себя не собираешь. Ты выбираешь. У тебя... Ну, конечно. Мне кажется, все люди выбирают, с кем им быть. Просто, ну, так или иначе, мы притягиваем в себе подобных в чём-то. Конечно. Абсолютно верно. Следующая цифра в деньгах — это у тебя звезда, 17-я цифра. Это звезда талант. Ты яркая, ты красивая, и люди смотрят на тебя снизу вверх, в хорошем смысле слова, потому что ты путеводная звезда. Ты ведёшь людей вот к этому свету. И как, конечно же, как не в женском клубе вот проявлять эти энергии? Это очень прекрасно. И это творчество. Я знаю, что ты тоже занимаешься творчеством даже в твоём клубе. И это вот это выражение, творческое выражение, таланта. Это очень интересно. Да, мы с огромным удовольствием с девочками рисуем нейрографику. К нам даже мальчики приходят, потому что через нейрографику очень хорошо расслабляется ум, и при этом глубоко проникают те идеи, и находятся такие решения, которые иногда логикой ну, логика иногда — это насилие, да? То есть ты вот пробиваешь что-то. А когда ты через состояние идёшь, то логика ложится гораздо проще. Но я ни в коем случае не хочу, чтобы кто-то подумал, что только творчеством или только логикой. Важно находить кому и в какой момент и для чего что нужно. Поэтому, друзья, конечно, здорово, когда ты разбираешь себя и понимаешь себя. Абсолютно верно. Это намного помогает, чтобы не ломать себя, опять же, идти в соответствии с твоими энергиями. Смотрим деньги дальше. У тебя там цифра 5 появляется, которая говорит о том, что ты умная, ты любишь сама учиться, и у тебя есть дар учения преподносить людям информацию не с получением, слушай сюда, я знаю лучше, а ты это делаешь, умеешь с любовью, с пониманием и так далее. И это тоже очень дорогого стоит. Вот это передать людям информацию, помочь людям. И последняя энергия в деньгах — это 22, это последняя цифра, это свобода. И ты знаешь, что ещё это значит вот у тебя в деньгах? Как твой денежный канал через что раскрывается? Через путешествия! Чем больше ты путешествуешь, тем больше у тебя появляется денег. Это вот внутренняя свобода, разрыв всех шаблонов, разрыв всех границ. Ты терпеть не можешь, когда тебе кто-то что-то начинает навязывать. Чем больше на тебя пытаются надавить, тем сильнее ты отпуливаешь вверх. Вот это та энергия лёгкости, путешествия и понимания, что в нашей жизни реально всё. Вот только тут наши какие-то ограничивающие программки, стоит их проработать, и можно очень-очень многого достичь. Вот это твой денежный каналчик. Насколько он тебе откликается? Ну, ты знаешь, мне очень откликается всё попадающее, всё верно. Единственное, я почему-то с возрастом стала понимать, что любые цифры дают возможности. Вопрос только в том, ну, допустим, как их использовать. Я, правда, без путешествий вообще не представляю, а зачем? А зачем жить? А как это может быть? Есть люди, которые там, ну, не знаю, может быть, за всю жизнь путешествуют так часто, как я за квартал. Ну, правда, так есть такие люди. Ну, и разные потребности, и это нормально. Для меня, правда, так. Вот это был мой пункт про наслаждение. Понимаешь? Это тоже же тот пункт, где ты наслаждаешься, но при этом заряжаешься мощнейшей женской энергией. Это вот про это. Ещё, если смотреть предназначение, у тебя очень много есть десяток в твоей матрице. Десятки — это вообще счастливицы. Эта фортуна просто тебя несёт на руках, но при одном условии, если ты чувствуешь свою интуицию. Потому что десятка — это везение. Ты попадаешь в нужное время с нужными людьми и так далее. Но кто-то скажет, «О, как Лиле повезло!» Ну, вот, конечно, поэтому она такая вот крутая и так далее. Чтобы к этому прийти, у тебя стояло цифра 13, то есть трансформации. Ты прошла в своей жизни, я понимаю, и вижу твоё, видя твои цифры, я понимаю, что ты прошла непростой путь. Ты прошла очень серьезные трансформации, и вот они привели тебя туда, где ты находишься сейчас. И вторая цифра — у тебя есть человека рентгена. Ты поговорила 3 минуты с человеком, и ты уже знаешь, кто есть кто. И тебе важно доверять вот этому своему чувству, потому что наверняка у тебя уже был такой опыт, что вот твоё чувство, внутреннее ощущение тебя не подводит. Ну, я не могу сказать, что я человек рентген. Я вообще очень люблю людей, я им верю, и я иногда в них ошибаюсь, потому что я очень позитивно отношусь к людям. Но то, что чувство — это правда, правильный сигнал, то в этом я 100% убеждена. И если мне не хочется, значит, не надо. И если мне хочется, значит, надо идти и делать. Ну, потому что это так. По поводу счастливица я бы больше сказала близкое мне слово «трудяшка». я очень-очень много тружусь. И счастливица — да, но я это заслужила, заработала. Поэтому вот это вот слово «повезло». Иногда люди смотрят на мой образ жизни, говорят, «Ой, классно тебе это, у тебя это». Я говорю, «Ребята, это так каждый может. Просто берёшь и делаешь, и всё». Именно это я и сказала. Вот именно. Вот я вижу такая, «Ах, типа, вот какая классная». Но ты прошла очень мощный путь. Должаю идти. Слово «прошла» как будто в прошлое. Продолжаю идти. То, что ты сейчас достигла уже, естественно, это не потолок. Но то, что ты уже сделала, это уже достойно, на самом деле, признания. Потому что я вижу, сколько работы ты делаешь, где ты везде кругом, и клуб, и коучинг, и мероприятия онлайн, и вживую, и так далее. Это очень много энергии надо. И ты должна быть вот на этих энергиях обязательно, иначе ты бы не смогла. Ну, про энергии для меня открытый вопрос. Я понимаю, что меня наполняет общение с людьми, выступление, но я нуждаюсь и в пополнении энергии. И если ты подскажешь какие-то ещё способы, наполнение, то для меня это тоже будет очень ценно сейчас. Лично я это делаю через медитации, то есть через подсознание. Я это делаю через аффирмации. И, конечно, вот я люблю через танцы, это нельзя назвать, это танцевально-двигательная терапия, через тело. То есть движение не от ума, а через тело. То есть вот это свою суть раскрыть женскую, и оно невероятно заряжает. То есть даже есть мастера, которые говорят, что даже йога это мужской вид деятельности. Можно поспорить, я не буду об этом говорить. А вот именно для женщин, для раскрытия женской энергии надо работать через силы, через движение, через танцы, через музыку. Ты как будто бы сейчас считываешь программу нашего ближайшего женского тренинга. У нас будет 19-го числа, девчонки, в Кёльне тренинг. И один из элементов это принятие себя и проработка своих трудных, трудных сторон через танцы. Но я её с другой стороны подсвечу. Таня говорит про энергию, а я вам скажу, что кроме движения, энергии, мы входим легко в состояние, плюс мы якорим это состояние через музыку. И вот как НЛП практик я использую это так. Мы сначала двигаемся, раскрепощаемся. Это не урок танцев, это называется отпусти себя, уйди в тело и двигайся через тело, чтобы тело двигало тобой. Тогда уходят блоки, зажимы, идёт энергия. А второе влияние, которое я уже подключаю через мозг, это НЛП практика, это когда мы находим свою мелодию, эта мелодия помогает входить в ресурсное состояние, а потом мы ставим якорь. Достаточно включить эту мелодию и тело входит в это состояние. Это, конечно, можно сделать самим, берите, пробуйте, но в сопровождении в моём мы подбираем и прорабатываем глубинные вещи, поэтому 100% танцы, музыка, проработка это очень эффективный метод. Вот интересно, в принципе, то, что ты рассказала, именно это я и делаю тоже. И вот то, что ты говоришь, да, не отсюда, а когда тело захочет сама ругать, и как она пошла, вот это отпустить. Многие уже это не могут. И, как ты говоришь, потом сонастройка с музыкой, мы это якорим, а мы это идём через архетипы древнегреческих богинь, то есть у неё каждая есть своя картинка, поднимаем до наивысшего образа, сонастраиваемся берём энергию, берём образ героя и снова берём в себя эту энергию. Это другая техника, тоже очень здорово работающая. Да, истина одна, друзья. С какой стороны в неё заходить, это уже ваш выбор. Это так и есть. И тем интереснее, чем больше разных подходов, тем интереснее. Я всегда открыта, мне интересно. И вот как я сначала сказала, смотрите, что отзывается у вас, и это будет для вас правильно. Есть масса многих интересных тем, и ты вот в своём женском клубе тоже очень много даёшь. Расскажи немножко больше про клуб. Давай вот. Расскажу про клуб. Клуб изначально был создан для того, чтобы объединить женщин, которые хотят выйти на новый уровень, стремятся к большему, к самореализации, к росту доходов, к проявленности в своей жизни, чтобы тебя заметили и чтобы это увеличивало доход. Но сейчас лето, сейчас лето, и мы тему в клубе сейчас проводим. Это отношение с собой, любовь к себе, самооценка, достоинство. Это отношение с мужчиной. Кто мой мужчина? Какие у меня с ним отношения? Это же тоже процесс, который не всегда одинаковый, да? Приветик, девчонки. Спасибо, что пишете нам. И когда ты понимаешь, что в этот момент твоей жизни у тебя не очень классное отношение с партнёром, то это значит, что у тебя не очень классное отношение с собой. Значит, это про то, что ты не наполнена, ты не любишь себя, ты не уделяешь себе время. А почему ты себя не любишь? Потому что у тебя в голове куча отрицательных убеждений. Ты чего-то не достигла, ты чего-то не сделала, ты как-то не так выглядишь и так далее. И вот эти мысленные фразочки, они залетают в голову и начинают там жужжать. И под это жужжание трудно любить себя. Вроде бы и говорят там, не знаю, и начинается деструктивная любовь к себе. Дольше спать, больше есть, больше сидеть, смотреть чужую жизнь вместо жить свою, да? Вот если вы сейчас смотрите наш эфир, это не значит, что вы смотрите нашу жизнь, нет. Это вы живёте свою жизнь и обучаетесь. Но если вы тупо скроллите Инстаграм и залипаете на чужие сторис, где она куда-то пошла, поехала, поругалась, помирилась, полюбилась, поел, это не ваша жизнь. Это чужая жизнь. И тут остановить себя, а я? Лучше открыть дневничок и написать, а как сегодня жила я? И вопрос, а как я хочу жить завтра? Опять это коучинг, это НЛП, чем что-то бессмысленно, смотреть сериальчик, фильм, экс-торис и так далее? Так вот, смотрите, друзья, когда мы говорим про связь с собой, то следующим шагом мы думаем, а чего я хочу? И тут, конечно же, про цель. И у каждой женщины, на мой взгляд, должна быть цель, которая называется «Я счастливая», «Я живу счастлива». А вот это счастье, оно состоит из каких-то подразделов, тем, да? Это и отношения с мужчиной, это и детско-родительские отношения, это и финансы, это и проявленность, потому что моя позиция, никого не хочу обидеть, если у женщины нет денег, если женщина живёт на содержании мужчины или детей взрослых, или родителей, если девушка молодая, вот это, ну, такая позиция детская, когда ты не управляешь своими финансами, когда от тебя не зависит твой доход. Дали? Хорошо. Не дали? Надо просить лучше. И, соответственно, если тебя содержат, а ты уже не очень молодая, то тебе дают не на удовольствие, а на решение проблем. На стоматолога, на врача, на санаторий. И тогда стратегия включается больше болеть, больше страдать, чтобы получать, потому что мозг так приучен. Поэтому, дорогие мои, если вы ещё не определились, какой ваш источник дохода, чтобы вам в удовольствие, и чтобы с деньгами, то с этим стоит разобраться. Напомню, что мы проводим разного плана мероприятия. Кто не подписан на клуб, подпишитесь, посмотрите и выберите для себя то, что вас будет двигать к жизни вашей мечты, к счастью. Согласна с тобой. И когда женщина счастлива, она и наполнена. И тогда вот она это и выражает, у неё глаза горят, с ней хочется общаться, и к ней же и приходят, и притягиваются, и клиенты, и так далее. То есть, если, по-моему, такие сидели, приходите, мы такие умные, ну, я к такой бы не пошла. То есть, человек должен проявлять вот это и, в первую очередь, быть наполненным самим, чтобы я вообще люблю всё делать из своего опыта. Вот, рассказывать о том, что я прошла лично и что помогло лично мне. А по-другому тебе не поверят. По-другому не поверят. Понимаешь? рассказывать про то, как надо. Ребят, не тратьте время, не тратьте деньги. Google в помощь. Напишите, как мне надо жить. И вам Google даже на этот вопрос ответит. Да. Спасибо, Таня. Было очень интересно. Благодарю тебя. Я благодарю тебя, дорогая, что ты пришла. Если вам понравилось, друзья, напишите. Мы можем также ещё какой-нибудь эфир провести на какую-то определённую тему. Мы можем собрать и сделать мастер-класс. Если кому-то интересно больше матрица, тоже спрашивайте, пишите. Мы можем сделать мастер-класс. Или по женской энергии. То есть всё зависит от вас. Лилечка, большое тебе огромное спасибо. Мы обязательно с тобой увидимся. И я очень рада живым встречам также. Именно то, что даёт твой клуб. И до новых встреч. До новых встреч. Спасибо. Спасибо вам за ваши тёплые сообщения, друзья. Пока-пока. Пока.